Итак, всем привет! С вами Александр Котин, это открытый микрофон. И, как обычно, я делаю свои обзоры по средам раз в две недели. По-моему, перерыв побольше получился, уже не помню. В общем, это не особо важно. Если вдруг вам необходима моя консультация, то ссылка в описании. Вы можете записаться на бесплатную консультацию. Если еще не были, потому что бесплатную консультацию можно пройти только один раз. И что мы сделаем? Поработаем с вашей ситуацией, определим, какие у вас проблемы в трейдинге, что у вас получается, что не получается. И составим четкий план дальнейших действий, которые вы сможете внедрить либо самостоятельно, либо с моей дальнейшей помощью. Если она вам понадобится, конечно же. Ну что, начнем, приступим. Давайте начнем с евро-доллара. Все как обычно, стандартно. И я вот не открыл, правда, ролик. Возможно, там были вопросы по предыдущим роликам. Но окей, давайте сегодня без вопросов. А в следующий раз, если у вас вопросы будут, напишите их в комментариях под этим роликом. В следующий раз я на них отвечу. По евро. Ну, давайте начнем с евро. Вот смотрите, весь август здесь был такой вот флет. Флет, я август закрыл не в плюс, там какой-то небольшой минус. У меня был там 3,5%, я уж не помню. В общем, смысл в том, что тут не было трендового движения. И я пытался заходить в коррекцию. Да, там есть ролик на моем канале, где я рассказал про свои результаты в августе. И в данном случае, что мы видим? Мы видим начало коррекции. Был дивергентный бар на дневном графике. На недельном у нас идет развитие вверх. И я считаю, что это еще не вся волна закончена, а как минимум первая, вторая и вот эта третья. Поэтому в данном случае я рассматриваю возможность развития четвертой волны, с которой снова можно будет зайти по тренду, либо торговать внутри коррекционное движение, ну, естественно, внутри дня. На четырех часах мы также видим дивергентный бар. Я бы не стал с него заходить. Да, здесь есть хорошее расстояние до линии баланса, но, на мой взгляд, просто пятая волна внутри этого импульса, она не закончена. И, на мой взгляд, это волна А только вниз. В ней, соответственно, была третья, четвертая, пятая. И, по всей вероятности, после какой-то локальной коррекции мы обновим минимумы, закончим вот этот локальный импульс на часовом графике. И только потом, я думаю, что пойдем в какую-то волну B. Что касается британского фунта, здесь также на недельном графике был достаточно мощный дивергентный бар. Если помните, фунт на неделях я рассматривал как неправильную коррекцию А, Б, С и развитие волны С. Она, скорее всего, вот таким образом у нас будет выглядеть. Дальше на дневном у нас также был дивергентный бар. Достаточно мощный уход в сторону от линии баланса. Сейчас идет развитие коррекционного паттерна. Была дивергенция. И в настоящий момент времени я бы сказал, что это идет развитие четвертой волны. То есть первая, вторая, третья. Вот она. 1, 2, 3, 4, 5. И идет развитие четвертой волны. Она, конечно же, может скорректироваться в зону предыдущей коррекции. Это 61,8 приблизительно. Но давайте посмотрим, что происходит внутри дня. Внутри дня резко усиливается АО. Это говорит нам о том, что это А, Б и С. И в данном случае тут была дивергенция. Вот закончился первый импульс, коррекция. И вот второй импульс. Пока это можно рассматривать как развитие либо волны А, 1, 2, 3. Либо это все уже А, Б, С, коррекция, после завершения которой мы снова пойдем обновлять максимумы. Это надо смотреть по пропорциям непосредственно коррекционного паттерна и по его структуре. Пока сложно сказать, это только волна А, либо это вся коррекционная структура, после которой мы снова пойдем обновлять максимумы. Наблюдайте. Дальше что? Франк. На недельном графике также было 2 бара с верхним закрытием. Максимальное АО. На дневном графике получается, что мы идем в развитие скорее всего коррекции. Только волна А развивается по всей видимости. В ней мы видим 1, 2, 3. И по всей видимости, после завершения волны А еще у нас будет волна Б и волна С. После чего, я думаю, мы вернемся в нисходящий тренд. Иена пока что находится у нас в диапазоне. Это сужающийся диапазон. Сложная коррекция. Так называемый треугольник. По-разному можно эту структуру увидеть. На мой взгляд, эта структура еще не закончена. Она еще не закончена. И в данном случае я бы подождал. Потому что торговля внутри таких сложных коррекций, она крайне сложна. Как бы тавтологично это не звучало. Поэтому либо мы берем внутридневные какие-то импульсы и паттерны. Здесь нормальные находим с нормальными заходными барами. Которые красиво выглядят, красиво смотрятся. Либо мы вообще не торгуем такие рынки. Австралийский доллар. В данном случае есть вариант такой же, как с фунтом. Где может быть на недельном графике неправильная коррекция. АБЦ. После чего мы можем снова вернуться на нисходящий тренд. Но пока это большой вопрос. Далее. На дневном графике мы видим завершенную пятиволновку. Здесь было удлинение в пятой волне. Резко опять же уходили в сторону от линии баланса. Сформировали дивергентный бар. Он мог быть заходным в продажу. Ну имеется ввиду в коррекционную волну. Пока это я рассматриваю как коррекцию. И если здесь идет развитие коррекционной волны. То можно внутри дня поработать. Опять же заходить с четких импульсов. С четких паттернов. С четких сигналов. И не брать все подряд. Это такой вот. Ну лично мой принцип. Такой вот осторожной осмотрительной торговли. Достаточно аккуратной. Поэтому в данной ситуации есть вариант, что это 3, 4 и 5. И есть вариант то, что это А, Б, С. Это А, это Б, А, это С. Соответственно здесь наклон цены немножко более такой острый. По отношению, ну как бы более такой резкий, точнее вниз. И возможно это развитие волны С, где была первая, вторая. И мы можем просто пойти ниже. Здесь надо смотреть на дневной, на 4-х часовой график. Здесь резко растет АО и скорее всего, да, это больше походит на развитие коррекции. После которой мы можем усилиться вниз. Несмотря ни на какие вот здесь вот дивергентные бары и так далее. Что касается новозеландского доллара, то здесь также на дневном графике выглядит ценовое движение как завершенная 5-ти волновка. Также было удлинение. Несколько дивергенций. И соответственно здесь пошли мы также в коррекцию. Также я бы рассматривал здесь только пока что продажи. Вот хорошо виден первый импульс, второй, ну то есть вторая волна, возможно третья, либо это АБЦ. И тут внутри также 1, 2, 3, 4. И возможно где-то с внутридневных масштабов здесь получится отыскать внутридневную точку входа на продажу. Но я новозеландский доллар не торгую так низко, скажем так, с 10 минуток там и так далее. Канадский доллар также на дневном графике выглядит как завершенный 5-ти волновый паттерн с удлиненной пятеркой, которая явно имеет характер удлинения. Это видно по характеру движения цены. На 4-х часах у нас развитие получается ИБС паттерна АБЦ, либо 1, 2, 3, только в волне А. Это тоже покажет время, поэтому в таких структурах нужно аккуратно торговать. Ищем паттерн, ищем коррекционные движения, заходим в новый импульс. Все предельно просто. Золото, на мой взгляд, формирует здесь только волну Би. То есть это была волна А. Вот это все сложная волна Би, состоящая из А, Б, С, вероятно, Д и вероятно, Е. К верхней границе. После чего, я думаю, мы можем зацепить вот этот минимум и уже тогда только пойти вверх. Поэтому здесь был заходной. То есть можно, заходной импульс, я имею в виду первую волну. Можно было попробовать найти точки входа на покупку. Они, конечно же, тут были, естественно, на мелких таймфреймах. То есть вот здесь вот был сигнал с достаточно коротким стопом, но это все было ночью. Сюда было бы сложно зайти. За такими ситуациями просто надо наблюдать, если вы торгуете внутри день. Если вы не торгуете внутри день, значит, вы все это пропускаете и дожидаетесь, пока коррекция закончится. И только тогда, при наличии четкого паттерна и четкого сигнала, идете в рынок. Этому я, собственно, и обучаю. Серебро. Здесь у нас что? Такая же практически ситуация, за исключением того, что здесь перебит был максимум. Соответственно, это я рассматриваю как А, Б, С и первая волна в волне С. То есть здесь идет коррекция. И, скорее всего, будет снижение и зацеп вот этого минимума, который был еще в июле, в августе. В августе образован. СНП-500, на мой взгляд, пока это выглядит как коррекционное движение и, возможно, дальнейшее движение вверх. То, что мы видим в 30 минутке, это 1, 2, 3, 4, 5. Это А, это Б. И это развитие волны С. То есть, либо она здесь уже завершилась, поскольку в меньшем таймфрейме, где будет побольше количество баров, тут, получается, есть дивергенция. Биткоин. На мой взгляд, мы можем прийти к нижней границе. И я не рисую трендовую линию отсюда по той же простой причине, что такие треугольные коррекции вполне могут выглядеть вот так вот. И в этом случае трендовая линия, на мой взгляд, может быть проведена вот таким образом. Ну, не то, что трендовая линия, а образующая линия этой фигуры, что ли. Я иногда на них обращаю внимание. То есть, о каких-то более конкретных таких продажах я бы стал говорить только после формирования пятиволнового импульса. Но, предположим, в днях. То есть, 1, 2, 3, 4, 5. Потом АБЦ. И вот тогда бы я смотрел точки входа на продажу, потому что это самая безопасная была бы область для продаж. То есть, уже бы сформировался один пятиволновой импульс вниз. Но в данном случае у нас есть некие косвенные признаки. Это дивергентный бар на недельном графике. Это 1, 2 паттерн. Вот здесь вот. И, возможно, третий, четвертый, пятый. Когда это достроится до целого импульса, тогда можно будет работать в шорт более, ну, скажем так, более надежно. Нефть. Ну, мы с вами говорили о том, что, по идее, мы можем перебить минимумы предыдущие в случае, если вот эта неправильная коррекция. Здесь была волна B. То есть, А, Б и С. И, кстати, все сырьевые валюты, австралиец, новозеланец, они очень походят на то, что происходит сейчас по нефти. Однако есть альтернативный вариант. Хочется сказать alternative count. То есть, альтернативный волновый счет, что это 1, 2 паттерн. И это идет развитие коррекции. Поэтому вот здесь вот в шортах очень аккуратно, потому что есть именно вот такая альтернатива. При таком волновом анализе, естественно, альтернатив гораздо меньше, чем их могло бы быть при классическом волновом анализе. Но это уже лучше. Что касается фьючерса на доллар, ну, вот видите, мы потихоньку растем. И вот обратите внимание, что структура данного инструмента, она практически не меняется. То есть, он может вот так вот идти, вот такими ступеньками, а потом резко усилится вверх. Тут мы наблюдаем практически то же самое. Это больше походит на развитие какого-то удлиняющегося импульса, в котором подсчет волн, он будет просто затруднен. Поэтому в данном случае здесь покупки с коррекцией при таком раскладе, допустим, там с 4-х часового графика или с меньших таймфреймов, где в завершении коррекции появляется точка входа, можно рассматривать. Пока я вижу здесь дальнейший рост, возможно, движение, оно сохранится именно вот такими вот так называемыми ступеньками. Так, индекс РТС, давайте тоже его посмотрим, что здесь происходит. На мой взгляд, здесь индекс следует за всеми мировыми индексами, то есть за S&P 500, например. Возможно, это какая-то первая волна вверх, вероятно, это какая-то EBC коррекция. И очень возможно, что после завершения этой коррекционной волны мы увидим какой-то дальнейший рост. Вот. Наблюдать нужно обязательно. Все, что касается 4-х часов, здесь видите, АО растет, значит импульс вниз, он продолжается. То есть это 1, 2, 3. Возможно, формируется только волна А, которая корректирует вот тот самый импульс, который мы смотрели на дневном графике. Ну вот на этом, пожалуй, все. С вами был Александр Котин. Если появятся вопросы, welcome в комментарии под видео. Буду рад ответить. Если ответ нужен будет развернутый, то отвечу в следующем ролике. Всем успешной торговли. До новых встреч. Пока.